Всем привет, с вами Нагваль, мы продолжаем наш новый тестовый формат, и вот я только что зашел в игру, все панели у меня слетели, но я тестирую новый формат записи видосов, мне пришлось переключиться в полноэкранный режим вот такой, раньше я играл в окне, но ShadowPlay не желает записывать игру запущенную в окне, пришлось развернуть во весь экран, вот, короче как-то так, посмотрим будет ли лагать. Так, ну что, начинаем разбирать нашу почту, что там продалось, ууу, как хорошо, надо было снимать все это дело заранее и перепродавать, так, ну ясно, кожа не продалась, сейчас там цена на ней еще больше упала, так, что там продано, тусклый порошок и все. С буйволами я вчера прослоупочил, забыл их зарезать, там сильно занятой был, короче говоря, и соответственно овец я не поставил, поэтому пришлось ОР на твинках опять слить на кожу, и вот тут у меня такой завал просто сормятной кожи, будем ждать, пока цены на нее более-менее стабилизируются, и попробуем все это продать. О, так, ну ткань у меня в принципе есть старые запасы, так что можно поставить на аукционы их, она мне нужна была для крафта фолиантов, но сначала нужно продать старые. Так, ну и наши буйволы, где наш этот мясо буйволов, пойдем продадим его торговцу, это будет голда. Так, ну у меня заканчивается расходка уже, поэтому придется посадить ресов для крафта вот этих завтраков тролли, тут супов и банок. Так, продаем мясо буйволов, всю эту хрень, это вот 690 голды, косарь есть. Так, сколько тут? 2300, ну вот так, положим туда 900, 3200. Так, ну кстати, если хотите немного разнообразить формат на грим, можете присылать свои письма сюда с вопросами, пожеланиями, и каждый день буду рассматривать их на видосе. Вот, как-то так. Так, что мне нужно? Мне нужно закупиться расходкой, поэтому сразу потратим голду, чтобы потом не было вопросов, куда пропала голда, на что потратил и так далее. Так, вот этой штуки купить надо. Давайте, сколько на 176, нормально. О, блин, дорогие. Фига себе цена на них. Че за бред? То ли я их давно не покупал, то ли цена всегда такая была. 65, че-то много. Погалдеть за штуку. Серьезно? Это же бред. Ну, короче говоря, нужно все это вот фигнино садить мне побольше. Будем крафтить супы. Делим на 24, это по клумбам надо. 83 клумбы, соответственно, ячменя. Тысячу мы делим на 24, это 42 клумбы помидоров. 500 делим на 24, это у нас 21 клумба от тыквы. И 300 делим на 24, это 12, это 13 клумбочек розмарина. Ну вот, короче, как-то так я обычно провожу расчеты, чего и сколько мне нужно посадить, чтобы скрафтить, допустим, тысячу вот этих супов. Где тут наша шишечка? Пойдем, блин. Так, потрогаем шишечку. Потрогали, квестик завершен. Шикос. Так, бывало, придется вам отойти в мир иной немножко раньше, чем я планировал. Ну, что поделать, такова ваша судьба. Сейчас попробуем. Так. Ой-ой-ой, не получилось. Чуть-чуть сбил. Разлом получает ром. 2100, 2800, 4300. Так, все, крафтим пакеты, засадим их и все. Че-то народу мало на росу. Странно как-то. Оп-оп, щели кровавой росы. И там уже толпище такая сидит. Все ж мы хитрые, да? Нет никого. Че за бред? Опа. Я лидер. В принципе, мне только заслуги набить. Мне водить не надо никого никуда. Вроде уже не лагает так сильно. По крайней мере, пока. Поперли же скайс, сука. Не успели. Поперли же скайс. Поп Boh, скайс, сука. Поперли же скайс. Поперли же скайс. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Поперли же скайс. Поперли же скайс. Распgreat. Поперли же скайс. Поперли еще ближайно. Но не будет стр many new guidelines. Поперли же скайс угрозы. Возможно ли еще выбралиых аörтаж вегазым необычным 그럼сом, так собственно что я хотел показать я хотел посмотреть что у нас за голосование о вступлении в союз и где она вообще проходит штабе союза то в каком штабе их за если честно для как где голосовать то что за брит быть может тут глянем это жесть конечно же да то есть я могу тупо пройти через сквозь стены меня забанят за это на но я тут не причем игра такая я ж не виноват что с текстуры не прогрузились я тупо прошел сквозь стену жесть конечно же это жесть я прошел не только стоит у стену еще сквозь эти вот склады и получается сквозь эту хрень это бред это уже пускай корейцы оптимизируют игру я здесь ничего не нарушал я сделал все я просто бежал вперед потому что мне не было видимых препятствий все так тут ничего нет да где это сраное голосование проходит темы о залезть и на петон так вот сюда сюда вот 50 шлемов не слабенько принципе уже давно забил на эти квеста ну раз уж такая возможность почему бы не сделать вот оно где хоть бы написали что нужно подойти к этому нпс и у него поговорить что я привык что у него только рез издаешь и ветки сменить можно и все а тут оказывается голосование заключение союза происходит вот оно чем так вот короче подходим к нпс жмем вторую эту кнопочку и у нас здесь можно проголосовать либо за либо против и конечно же вылазит за пределы текст на молодцы локализаторы стараетесь заметно ладно конечно голосуем за потому что если мы объем войну этой фракции восток просто загнется без тех кто не в курсе что такое же sky они слетелись сюда с левиафана и почти full фракции забита 277 человек для сравнения другие фракции у нас 31 2 98 все ну а ну круче вот так вот здесь проходит голосование заключение союза и все дела так хотел еще немного рассказать про свой новый билд ну как новый билд старый просто немножко изменились скиллы и так что я поменял что убрал что взял новые так я убрал гимн земли это который на защиту так как пользуюсь я им крайне редко и у меня возникла необходимость взять вот эту вот пассивку раньше как-то пренебрегал ей потому что особо пользы в ней не видел и думал что все-таки гимн защиты будут более полезен но все время в садах наслаждений когда мне приходится держать а гор я получаю много урона я заметил что вот этот полосочка этот полоска каста периодически отскакивает назад то есть не постоянно вперед идет плавненько а иногда просто отпрыгивает назад это и есть та самая задержка чтение заклинаний при получении урона соответственно я решил ее взять чтобы она прыгала меньше еще подумаем то чтобы в шапку тоже вставить рунку на такой же эффект я снова разума 2000 хонор вот вот эту рунку короче хочу поставить 2 процента скорости каст эта хрень а вот 20 30 процентов задержки чтения заклинаний минут в пве но полезны это что касалось того что почему я взял вот эту вот пассивочку и соответственно тоже буду сюда вставлять наверное короче так вот этот скилл я заменил на вот эту пассивку чтобы не страдала скорость кастом и дальше сопротивление мне тоже поменялось вместо жизненной силой по сути мне на фиг не нужный баф я взял домашний скилл световой удар я в принципе раньше недооценивал тоски он раньше наносил слабый урон потому что его урон зависел от стаков духа то есть нужно было там три раза на стак и тогда он уже более-менее приемлемый урон наносил сейчас эту зависимость убрали заряды духа для него не нужны и дамаг наносит он вполне такие приличные вот обледенение наносит 4200 и откат у него всего лишь 12 секунд то есть это инстовый скилл с хорошим относительно дамагом и с относительно небольшим откатом вот мне понравился этот цветовой удар все таки и я его решил оставить на постоянной основе вот это что касалось моего нового билда вот ну как я и говорил раньше этот билдками был у меня не постоянный постоянно совершенству что-то убираю что-то добавляю зависимости от ситуации вот как-то так мать моя женщина куда у алексия столько бабла четыре оружия эпохи мифов щит копьё лук и дудка же нет самое классное это дудка это просто вообще дудка в седьмом грейде господи и починить дудка чего ради ради лишних стадо щита я вообще тем более то она никакого полезного скилла не дает это посмотрел а чё она дает она нихрена дает но это все так хорошо начиналось так мини обзор на классы спрашивали какими классами мы ходим в этот сады вот собственно милик у нас до узнаватель 5 300 рейтинг летописец 4 900 с club 5000 еще один летописец 4 700 и еще один летописец 5 400 вот так зверь состав пати не изменился тоже дознаватель тот же летописец я летописец печенька летописец из club все то же самое такс змея тот же состав принципе никто ничего не поменял дознаватель это уже чародей она берет этого проворства она позволяет бегать по лужам не получая ядан дальше тут ничего не изменилось то ничего изменилось я взял ты о луга чтобы около у меня очищение да не сбежала так ну проверим папа сработала дайсмар помогает да когда вышел стан же и заходишь не умираешь ну вот меня толкнули кстати ты на меня прямо упал и такс у нас теперь и штар класс менялся волк у нас теперь 3600 летописец коробей нас чередей по прежнему но тут остальное ничего не изменилось я теперь снова летописец не а дорожка здесь опасно нет просто когда ты не знаешь что она под тобой банки 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 евлеры нет ну купол чё чё делаем нужен продавать надо давать продавать давайте продадим скилл солнечный мост настолько имбовый оказывается особенно москвы да он бьет хорошо он далеко просто бьет вперед ну и далеко от мало и дамажит хорошо особенно к тех кто убегает на крополях и по отлично я уже давно просил он тебе получается подвижность во первых это а и потому что ты вперед далеко бьешь да да он хорош и он же теперь стаки не снимает если ты ставки используешь для того чтобы взрыв хороший был вакуумный то он не снимает их вы зайдите может успеете это взять мешочек свой я бы с радостью через две минуты так ну вот и все день подошел к концу подводим итоги так продалось очень много сегодня у нас чего на целых двадцать пять писем так тут пришло письмо благодарны за участие в голосовании что-то вроде это ну короче бесполезное письмо принято проверен то неважно так мы пойдем так фолианты мощи продались у нас и кожа продалась вся да нет не вся но большая часть кожи продалась забираем голдишку так это восемьсот сорок четыре голды за сегодня дважды вышло сходить в эти сады наслаждений соответственно два раза сделал костик на порошок и продадим сотню порошка тут цены странные стоят но я ставлю по 160 даже можно по 180 ставить говорят 170 поставим посмотрим продастся не продастся будем так всегда выставлять так и также выбил статуеточку и штары обломок статуи и штары так какие цены тут вообще курируют нас 370 320 ясно короче так 350 380 и еще такую гравировочку выбил критический урон в ближнем бою для двуручного оружия у тут у нас совсем копейки на стоит ok ставим 100 голды нижняя цена 140 верхняя всего 717 голды в течение дня неплохо 600 кидаем на склад ну вот еще 500 голды и на жетоны я накопил считайте ну вот как-то такой сегодня денек был у нас на этом все всем спасибо за просмотр с вами был нагваль всем пока и и